С начала этого года в бюджет в виде налогов поступило уже почти 12 триллионов рублей. Важные цифры сегодня сообщил глава Федеральной налоговой службы на встрече с президентом. Как заметил Владимир Путин, для бизнеса, на который, естественно, приходится существенная нагрузка в платежах, нужно снижать давление. И есть несколько схем, которые будут выгодны и предпринимателям, и государству. Одна из них уже успешно работает в четырех регионах. В кассовые аппараты вставлен, условно говоря, чип, и все данные моментально попадают в налоговую. Александр Лякин продолжит. Кассир на раздаче пробивает чек, и информация об этом сразу уходит в налоговую инспекцию. Выигрыши все. Налоговики могут не опасаться, что потом с отчетом им сдадут поддельные чеки, а руководство предприятия в онлайн-режиме видит, какие сделки совершаются, и могут оперативно реагировать. У нас несколько точек. Мы видим все наши обороты, все наши движения, всю нашу выручку в онлайн-системе. То есть это делает обычный бухгалтер, сидя у себя в кабинете. Фактически это новый вид контрольно-кассового аппарата. Эксперимент с так называемыми облачными технологиями проходит в четырех регионах России. В Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. О том, какие это дает возможности, глава налоговой службы Михаил Мишустин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным. Было установлено свыше трех тысяч соответствующих новых инновационных кассовых аппаратов, которые онлайне передавали информацию в налоговую службу. И такая система сейчас отлажена? Да, она отлажена и продолжает свою работу. Правительство приняло решение о том, что мы продолжаем работать в этом эксперименте, чтобы те издержки, которые бизнес, который пошел на встречу и стал внедрять инновационные кассовые аппараты, не потерялись, а чтобы мы продолжали. В этой связи нужно сделать несколько шагов дальше, а именно, чтобы бизнес не терял никакие средства, связанные с приобретением новых кассовых аппаратов, а это не что иное, как, скорее всего, простые гаджеты или какие-то чипы в действующие кассовые аппараты. Так вот, чтобы бизнес не нес дополнительной нагрузки, нужно принять решение о так называемом налоговом вычете для тех предприятий, которые будут переходить на эту форму работы. Первое. И второе. Нужно продумать и проговорить с депутатами Государственной Думы вопрос о законодательном закреплении этой работы. Покупателю эта система дает новые возможности. С помощью специального приложения на смартфоне любой может проверить подлинность лицензии продавца и сохранить кассовый чек в своем телефоне. Это, по сути, новая форма народного контроля. Следующая возможность, которая открывается и перед налоговыми службами, и перед законопослушным бизнесом, и перед гражданами, заключается в том, что в этом случае граждане, все потребители нашей страны, все граждане Российской Федерации, должны получить возможность проверить, какие товары и услуги они получили в той или иной торговой организации. Имеется в виду, получив чек после приобретения товара, либо после приобретения услуги, гражданин мог бы свободно через свой телефон, через гаджет войти в интернет и навести справку в налоговой службе о том, какую отчетность представила та торговая точка, которая продала ему товар в налоговой службе. Это даст возможность, если говорить простым языком, человеку проверить. После того, как он пообедал в ресторане и заплатил деньги за бифштекс и стилятины, хорошего отечественного качества, проверить, не читались ли они дешевой буйволятины. Если человек увидит, что есть несоответствие между тем чеком, который он получил на руки, и ту информацию, которую продавец представил в налоговую инспекцию, он может налоговую инспекцию просто проинформировать о несоответствии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вообще, налоговая служба России не только одна из самых молодых в мире, но и одна из самых эффективных. Это особенно хорошо видно в кризисные периоды. Очень важно то, что поступления во все уровни бюджета налоговых доходов растут выше, чем темпы роста экономики. Примечательно, что основной прирост собираемости налогов пришелся не на углеводородный сектор. Это важный момент, потому что перекос в экономике за счет нефти и газа угрожает неожиданным обвалом. Такой эффект экономисты называют голландской болезнью. У нас, я хочу сказать, что в этом году и в следующем уровень не нефтегазовых доходов будет больше, чем нефтегазов. В последние годы было все наоборот. Таким образом, мы сложно, болезненно, но боремся с голландской болезнью. Одна из задач налоговой инспекции сделать так, чтобы уплата налогов не превращалась в проблему. Так, например, ушли в прошлые очереди, с которыми сталкивались налогоплательщики. Ведомственный стандарт 15 минут на одного человека. Стало проще гораздо. Подавать документы, забирать документы. Стало намного комфортнее. При этом приходить сюда вовсе не обязательно. Более 16 миллионов человек уже воспользовались возможностями личного кабинета. И предприниматели, и физические лица могут удаленно подавать декларации, получать налоговые вычеты и справки. Словом, ФНС делает все, чтобы платить налоги было, если неприятно, налоги платить нигде не любят, но легко и удобно. Александр Лякин, Артем Григорян, Елена Штоколова, Павел Рудаков. Первый канал.